Всем привет! В этом видео пойдет речь о плагине для Joomla 4, плагин для людей с ограниченными возможностями. Это возможность плагина вывести некую кнопку в любом месте на сайте, по клику по которой человек увидит весь спектр необходимых опций для комфортного чтения, поглощения контента вашего сайта. То есть это переключение в монохронный режим, в черно-белый режим, просматривать сайт, чтобы глаза не уставали, подчеркивание блоков на сайте, увеличение шрифтов и сайтов в целом, увеличение конкретно шрифтов на сайте, увеличение межстрочной и межбуквенной интервала. И все это удобно, компактно в одном плагине, будет отлично смотреться и на мобильных устройствах тоже. Данный плагин от известной компании разработчиков DJExtensions.com, о расширениях которых у меня уже было очень много уроков. И это новый ихний плагин, о котором я расскажу в этом видео. Данный плагин также рассмотрим как и на родном шаблоне Joomla Casio Pio, так и на конструкторе страниц Gridbox, так и на шаблоне UTEM, потому что данный плагин имеет тесную интеграцию с шаблонами от UTEM. Меня зовут Федор Васильев и давайте посмотрим данный плагин. Плагин специальных возможностей для Joomla 4. Сейчас перед вами открыта страница разработчика DJExtensions.com. Кто смотрел за моими уроками ранее, уже знаете, что очень много уроков я записал на расширение от данных разработчиков. Это доска объявлений, это компонент DJExtensions.com, это интернет-магазин каталог, медиагалерея и другие плагины. Это новая разработка, новый плагин, он платный и он создан как на Joomla 4, так и на Joomla 3, это видно здесь. И также он сделан и на WordPress. Следующее видео выйдет как раз таки про этот плагин, но именно на WordPress, то есть как его настроить, как он вообще работает, как он выглядит на WordPress. Обязательно будет видео, не пропустите. Но самое интересное, что он имеет интеграцию с конструктором страниц от UTEM. Кто не знает, вот название. Это шаблоны, очень качественные, очень быстрые шаблоны, как на WordPress, так и на Joomla. Мой сайт fedorvasiliv.com создан на одном из шаблонов от UTEM. Вот здесь вот видно фотографии вообще, как это выглядит, специальные возможности. То есть раньше я такого не видел. Обычно я видел какие-то маленькие плагины, где просто можно было только увеличить размер шрифта или сделать какой-нибудь там монохронный или темный режим. Сама Joomla 4 уже на борту имеет специальные возможности, тоже монохронные и другие режимы. Но они более скудные. Об этом, кстати, у меня были уроки. Точнее в одном из своих уроков из нового курса по Joomla 4 я рассказывал об этом режиме. Найдете здесь, на странице fedorvasiliv.com. Вообще все ссылки, даже вот эта страница презентации данного плагина, я все оставляю обычно в статье на своем сайте fedorvasiliv.com. Если вы это видео смотрите с YouTube, ссылку оставлю я в описании под этим видео. Перейдете и там будут все необходимые ссылки. Так вот, возвращаемся к плагину. Чем он мне понравился, что такого я раньше не видел. Вот здесь из скриншота вы можете видеть, что здесь собрано все, что нужно для людей какими-то, возможно, проблемами со зрением. То есть и монохронный режим, и темный режим, и увеличение размера шрифта, и межстрочное, межбуквенное расстояние, и увеличение просто всего сайта в целом. То есть это появляется маленькая иконка в углу сайта, человек на нее кликает и просто выбирает тот режим. Моментально, без перезагрузки страницы, он может видеть, как будет выглядеть сайт. Именно в том восприятии, в тех оттенках, в котором ему комфортно читать данный сайт. Ниже здесь все приведено. У них на сайте описано, как это работает. Все тут на английском. Зайдете через браузер Chrome, он вам переведет страницу на русский. Да, и плагины эти не переведены на русский язык. Конечно, нужно, желательно, чтобы был еще и перевод. Но даже без перевода, я думаю, что его можно использовать. Настроек здесь немного. Рассматриваем в этом видео именно для Joomla 4 данный плагин. Также здесь есть документация, как это все настроить. Я перейду в свой аккаунт. У меня доступна, вот так вот выглядит, кстати, иконка с этим логотипом, с этим плагином. Вы видите, у меня доступны варианты и для Joomla, и для WordPress. На момент записи видео последняя актуальная версия это 1.0.1 для Joomla. И будем тестировать, смотреть на трех разных платформах Joomla. То есть, это обычный шаблон Casio Pio на Joomla, как это будет смотреться. Обязательно посмотрим на конструкторе страниц Gridbox, как это смотрится, потому что как раз-таки здесь могут быть, ждать нас проблемы. Когда дойдем до Gridbox, я расскажу, какие могут быть проблемы. И, конечно же, посмотрим интеграцию с U-TEM, потому что там есть интеграция. Обязательно я должен показать, как это смотрится именно на U-TEM. Я перехожу на свой тестовый сайт на Joomla 4. У меня этот плагин уже настроен. Вы можете видеть вот такая вот иконочка при наведении. Она даже вот так вот немножко отъезжает. И она имеет фиксированную позицию. При прокрутке сайта ее всегда видно. Сейчас перед вами шаблон Casio Pio, родной шаблон Joomla 4. Смотрим, как это работает на нем. Сразу забегая вперед, скажу, никаких проблем, каких-то конфликтов здесь нет. И вообще нет конфликтов ни с Gridbox, ни с U-TEM. Мы сейчас с вами это все посмотрим. То есть нажимая, пока смотрим, как работает данный плагин. Видим это окно. Просто проверяем. Кликаем на кнопку. Он подсвечивает вот в таком режиме черно-желтый. Дальше просто темный режим. Черно-желтый. Подчеркивание элементов. Просто затемненные. Вот это, кстати, для того, чтобы глаза не уставали. Вот этот вариант. И несколько других вариантов, которые, смотрите, могут в совокупности работать вместе. Например, выделение ссылок кнопок на сайте менюшки. И вот этот режим. Выделение блоков тоже работает вместе. И кнопка сброса. То есть вот здесь вот такая стрелка сброса. Внизу представлены элементы управления. Просто по плюсику нажимаем. Это увеличение просто всего сайта, если человеку мелко читать. Дальше сброшу увеличение фон сайса. Это размер шрифта. Когда я говорил, что не хватает русского языка, именно хотя бы вот здесь, фронтальную часть вот этой плашки, все перевести на русский не мешало бы. И межстрочный и межбуквенный интервал. Причем будем гулять сейчас. Закроем окно. Можем гулять по разным страницам. Это все сохраняется. Все ваши выбранные изменения. На мобильных устройствах тоже смотрится все хорошо. Можем посмотреть через имитацию мобильного устройства. Еще раз обновлюсь. Вот иконка залипает. Выбираю ее здесь. В данном случае через имитацию устройства не всегда срабатывает. Но я заходил через свой смартфон и работает плагин нормально. Отображается, то есть все иконки вписываются корректно сюда. Сама иконка, которую вы можете наблюдать, вы можете заменить иконку абсолютно на свое уникальное изображение. И теперь давайте пройдем в админку сайта и посмотрим, какие здесь есть настройки. При установке данного плагина устанавливается автоматически еще и модуль. При активации плагина, плагин автоматически будет занимать вот эту липкую позицию в правом верхнем углу. Но мы можем использовать модуль и шорткод. Например, отобразить иконку с вот этими кнопками возможности где-нибудь внутри статьи. Давайте посмотрим на данный плагин. В панели управления я нажму плагины. То есть у меня уже это все установлено. Устанавливается расширение, как обычно, как и любое другое расширение на Joomla. Я кликну по ID два раза, чтобы найти данный плагин. Вот он, название его. Перехожу в настройки. Вот поле для ввода лицензионного ключа. Об этом я забыл упомянуть. Я говорил, что он платный. Внизу цены есть. На один домен, 6 месяцев поддержки, 35 евро. На самом деле, даже сами разработчики мне сказали, что использовать можно на неограниченное количество доменов. Имеется в виду, что поддержка, техническая поддержка будет осуществляться к одному сайту. Если вы купили за 35 евро этот вариант и к ним обращаетесь за поддержкой, они обязательно спросят на какой сайт и увидят лицензию, что вы купили на один домен. Естественно, безлимитный домен, безлимитное количество доменов, это вот 328 долларов. На мой взгляд, космическая сумма для одного такого плагина. Но вы можете купить вот этот вариант, тоже не дешевый, скажем так, и использовать, в принципе, на неограниченное количество доменов. Вот надо об этом обязательно было сказать, потому что это важный момент. Причем плагин работает без активации. Я могу сюда не вводить ключ, а будет работать. Единственное, обновляться из админки не сможете. Если вы его купили, вы сможете скачивать обновленную версию с вашего личного кабинета, с этого сайта djextensions.com, да, и использовать плагин. То есть у меня все работает без активации. И давайте пробежимся по настройкам. Их здесь немного. Первое. Sticky Fixed. Это вот как раз таки есть то, что у нас залипает. Это иконка наверху. Можно выбрать Custom Position. Если сохранимся, естественно, иконка отсюда исчезнет. Но нам говорится вот здесь ниже в подсказке, то что мы можем вот прямо отсюда скопировать вот этот код и вставить в какой-нибудь html-код модуль Joomla или где-то в статье на сайте. Давайте и проверим. Я скопировал. Сохранить-закрыть. Если я сейчас посмотрю, иконка исчезла, как я и говорил. Теперь я перейду в контент, в материалы, в статьи. И зайду в какую-нибудь одну из своих статей. Если не хотите, чтобы она маячила, эта иконка на всех страницах, да, вот я открыл статью. Открываю исходный код. Вот вставил в самом низу данную конструкцию. Нажал сохранить. Открываю статью на данном сайте. Иконка поставляется, видите где? Вот открывается этот режим. Но в таком виде здесь она, конечно, будет смотреться не очень хорошо. Я возвращаюсь в плагин. Система плагины. Заходим опять в настройки плагина. Выбираем вместо pop-up Toolbar. И темный или светлый Toolbar. Это такая полоса. Лучше давайте покажу, чтобы лучше было понятно. Вот видите, вот такая полоса. И она может быть темная или light, светлая. Давайте посмотрим. Вот она светлая. То же самое все меняется при клике. Все работает. Прямо в статье. Не на всем сайте, а только в статье это выводится. Это можно и в модуле вывести, где угодно. Это понятно. Смотрите, я возвращаюсь вот в этот момент. Именно стики на всем сайте. И вот здесь вот Toolbar я тоже оставляю. Если я хочу на всем сайте отображать. Смотрите, обновимся. Видите, наверху появляется такая вот плашка. Toolbar так и называемый. Вот я при прокручивании вижу, что это все залипает. И это на всех страницах. На главную перейдем. Если так нравится больше, тоже все работает. Монохронный режим. Кнопка сброса. Но мне больше всего нравится именно pop-up. Light, светлый, dark, темный. То же самое это действует и на это окно pop-up, которое вы уже видели. И позиция, она у вас top right. Это наверху справа. Разные позиции можно выбрать. Если вам не нравится или неудобно, что в том месте иконка располагается. Например, выбираем top left. Сохранить. Пойдем на сайт. Обновимся. То иконка появляется вот здесь вот. Дальше опции. Use mobile position. Если ставим галочку, появляется выбор позиции, где отображать данную иконку на мобильных устройствах. Именно на мобильных, возможно, удобнее где-то вам будет поменять место этой иконки. И здесь говорится снизу, что от 767 пикселей экран, когда будет, это будет считаться мобильная версия. И на экране с этим разрешением и меньшим позиция будет считаться, что это мобильная позиция. И иконка будет отображаться там, где вы вот здесь укажете из предложенных вариантов. Единственное, что в данном случае, в этой версии плагина, у меня почему-то не сработало отображение мобильной от этой позиции. Возможно, это еще ошибка в плагине. То есть в обновлениях, если что это исправит, я разработчикам об этом сообщил. На WordPress я уже тестировал. Там проблемы такой нет. Сразу действует отображение на мобильных устройств. Поэтому, скорее всего, здесь все-таки есть некая проблемка. И ниже 20 пикселей и 20 пикселей это отступы. Сверху, слева, как, например, вы это видите, что иконка у нас... Давайте я обновлюсь. Вот эта иконка человечка, да, она у нас немножко слева и сверху имеет отступы. Вот вы как раз можете здесь увеличить или уменьшить эти отступы. Нижнее поле как раз-таки это поле для выбора своей собственной иконки. Можете с компьютера загрузить сюда. Вместо вот этого человечка, сразу хочу сказать, если будете использовать свою иконку, вы должны понимать, чтобы человек понимал, что это за иконка сразу, не нажимая на эту иконку. Возможно, туда надо будет повесить либо глазик, либо в инвалидном кресле человек там сидит, такая иконка. Но чтобы это понимал человек, что это специальные возможности. И иконка должна у вас быть в SVG формате, в векторной графике, чтобы она была хорошего качества и весело мало, да, чтобы не нагружало. То есть ни JPEG, ни PNG это должно быть. Это должно быть формат SVG. Мы с вами рассмотрели плагин, мы с вами рассмотрели настройки, у вас уже есть понимание, как он работает. Но теперь самое интересное, как это будет работать с конструктором страниц Gridbox. Кто еще не знает этот конструктор, а кто знает, в любом случае вам будет это полезно. Те, кто действительно уже юзал Gridbox, знают, что Gridbox с включенной минификацией, то есть это сжимание CSS, JavaScript файлов для ускорения страницы, все сторонние компоненты, то есть это плагины, модули, компоненты, расширения в целом, именно сторонние, не относящиеся к Gridbox, могут вызвать проблемы с отображением, вообще с функциональностью своей при включенной минификации на Gridbox конструкторе. Эта проблема остается, пока разработчики не внедрят правила исключения минификации, чтобы мы могли исключать из сжатия всех файлов, вот этих CSS, JavaScript, исключая сторонние, чтобы не воздействовать на них, вот этим инструментом сжатия самого Gridbox. Сразу забегая вперед, хочу сказать, на мое удивление, при включенной минификации никаких проблем я не обнаружил. Много разговариваю, давайте по факту покажу, что это действительно так. У меня все это на одном сайте установлено, и я сейчас переключусь, я перейду в систему стили. Вот у меня Gridbox шаблон по умолчанию, выбираю его здесь, активирую, дальше мне надо будет пройти в меню, пункты меню и home. Тут другая страница home у конструктора. И теперь, если я обновлюсь, у меня полностью дизайн другой, другой сайт вообще. Это Gridbox, конструктор страниц. Сразу хочу сказать, я знаю, как могут выглядеть эти проблемы. Мы видим иконку, она вроде отображается, но если бы были проблемы типа JavaScript, то мы бы не смогли на нее нажать, то есть мы бы нажимали, и вот это окно мы бы даже не увидели. Следующая проблема Gridbox, именно несоответствие со сторонними расширениями, это когда вы зайдете в режиме редактирования страниц, то есть это компоненты. Вот Gridbox, перейдем и там зайдем на любую страницу в режиме редактирования. Вся колонка, вообще вот этот холст редактирования, он уедет в левую сторону. Это тоже есть конфликт. Я хочу сказать, что это работает. Те, кто пользуется Gridbox и нужна вот такая штука, никаких проблем вы видите нет. Кнопка открывается, и это все работает. То есть сразу покажу. И темный режим, и черно-белый режим, шрифты. Я уже все тестировал, все работает. То есть с Gridbox никаких проблем нет. И теперь у нас остается еще U-Tem конструктор, аналогичный как Gridbox. Конечно, они отличаются. Он более так посложнее и поменьше там функций и опций. Но там есть прямо интеграция с этим расширением. Давайте посмотрим. Я обратно перейду в систему стилей. Переключу. Вот у меня тоже есть U-Tem по умолчанию. Сделаю шаблон по умолчанию. И верну меню. Пункт меню главное. Как это было раньше. Далее настройки. Сами настройки будут находиться прямо в конструкторе U-Tem, так как есть та самая интеграция. Вы придете в панели управления, увидите здесь U-Tem. Кликаем сюда. Открывается конструктор с его настройками U-Tem. И вот внизу позиция данного плагина. Выбираем абсолютно все те же элементы, которые вы уже видели, мы настраивали через сам плагин. Но так как есть вот интеграция, настроить можно отсюда. Вот вы видите, все работает в U-Tem. Например, light. Светлая. Вот она светлая. Например, надо зафиксировать тулбар. Выбираем вот наверху тулбар. И тоже все работает. Вы это видите. Давайте нажму сохранить и прямо посмотрим на фронтальной части сайта. Вот это U-Tem. Уже шаблон активирован. И вы видите, здесь все работает. Вот так это выглядит именно с интеграцией. Вот такой получился урок. Надеюсь, для вас он был интересен и полезен. На этом здесь все. И увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok